Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком очень интересном инструменте для написания постов ВКонтакте, как статья. Я думаю, все вы уже видели, как это выглядит. Статью можно опубликовать на своей личной странице, предположим, вот она так будет выглядеть в таком виде. Или же можно опубликовать у себя в группе. Это без картинки, а здесь оформлена с обложкой. Вот таким образом будет выглядеть статья, пост в виде статьи. Давайте мы с вами посмотрим, как это можно сделать. Для этого нам нужно нажать на этот значок, статья, нажимаем, у нас открывается окно. В этом окне мы будем с вами работать и здесь можно опубликовать свой пост. Но я уже подготовила текст, чтобы мне было легче. Я вставляю под выбранный текст, вот у меня есть текст. Здесь мы напишем с вами заголовок. Вот мой заголовок статьи. И теперь давайте с вами разберем, что мы можем сделать еще в этом посте. Смотрите, если я нажму на Enter, у меня появляется такой значок плюсик. Нажимаем на него и смотрим, сколько у нас есть инструментов в этой статье. Давайте поговорим о каждом инструменте. Нажмем на вот этот вот значок, эту фотографию. И мы решили вставить, переставить, переставить вот эту фотографию. И нажимаем прицепить фотографию. Вот, пожалуйста, у нас встала фотография. Ее можно располагать таким образом, если хотите. Таким образом, таким образом. То есть, как вам удобно, выбирайте сами. Дальше, что здесь еще у нас, какие функции есть. Ну, перерположим, нажмем на плюсик. И сюда можно вставить видео. Нажимаем на этот значок видео. Здесь я подготовила уже видео. Нажимаю видео, прикликиваю к видео. И, пожалуйста, то же самое. Расположение в статье мы выбираем сами. Нашего оставленного видео. Ну, это второй такой инструмент очень полезный есть. Давайте посмотрим, какой еще есть инструмент. Нажимаем на плюсик. Можем вставить музыку. Ну, какой музыки? Ну, давайте я напишу, предположим. А, ладно. Ну, это Алла Пугачева. Позвольте мне собрать и крепить. И так мы вставили музыку в наш пост. Есть еще другие функции в статье. Давайте посмотрим другие функции. Можно вставить вопрос. Нажимаем на вот этот вот значок. Вставить у нас вот такой вопрос. Ну, не знаю, допустим, мы хотим какой-то тест провести. Здесь варианты ответа. Не знаю, может быть, мы пишем какой-то психологический пост. Нам нужно узнать, какой там человек цвет любит. Допустим, красный, да? Красный, не знаю, там, синий, да? Не знаю, желтый. И так далее. Здесь можно выбрать фону. Есть ли здесь стандартный фон? Или же можно нажать на плюс и выбрать в файл ту картинку, которую вы хотите. Ну, предположим, я хочу поставить вот эту картинку на мой опрос. Нажимаю «Открыть». «Прикрепить» нажимаю. И вот получается, мы получили такой тест. И на фоне нашей картинки. Если нажать «Редактировать», то можно вернуться назад и, может быть, ну, поменять, скажем так. Выберем вот этот вот фон. Нажимаем здесь на фончик, оранжевый фон. Смотрите, здесь еще есть такой нюанс. Нажимаем галочку. «Прикреполорум, я хочу, чтобы люди проголосовали только сегодня». Нажимаю на календарик и ставлю ограничение, до которого дня будет идти опрос. «Прикреполорум, до завтра». Нажимаю «Сохранить». Вот мы получили в таком виде наш тест. Здесь написано, что предыдущий опрос будет 28 апреля. И вот таким образом мы вставили пост. Что можно здесь решить вставить? Какие есть инструменты? Давайте посмотрим. Можно вставить товары. Не буду останавливаться на этом. Можно вставить вики. Предположим, какие-то будут. И делать аналогично. Вы не составите, да, никакого. Так что я не буду на этом останавливаться. Но хочу остановиться на вот этом инструменте. Мне очень нравятся разделители. Если у вас статья очень длинная, и в основном один иммунитет, то тогда для того, чтобы легче читалось, чтобы удобнее было смотреть, мы можем проставить вот такие разделители. Ну, предположим, здесь поставим еще один разделитель. Таким образом мы можем выделить какую-то основную часть, нашу мысль. И это смотрится красивее и читается легче. Это очень, даже интересно. Дальше. Мы можем тут привести еще к этой красоту, оформить наш текст. Но, предположим, я хочу выделить вот этот вот текст. Что я могу сделать? Я могу выделить и выделить потолок. Такого большого, да. Могу выделить, скажем, какими-нибудь, вот вы повторяю, да. Пожалуйста. Вот так вот будет выглядеть. Предположим, я хочу выделить вот это вот слово. Жирным. Или там наклонным шрифтом, да. Может быть, перечеркнутым шрифтом. То есть выбирайте, что вам нужно. Таким образом можно все это сделать. Дальше. Что очень важно, мне нравятся такие вот моменты. Иногда в тексте, может быть, нужно что-то выделить, да. Ну, предположим, я хочу выделить вот этот вот пункт. Что я могу нажать на вот эти кавычки, цитаты, да. И получается, я выделю его вот таким образом. Смотрите, очень удачно в тексте будет смотреться какая-то важная такая мысль вы можете выделить с помощью этих кавычек. Здесь еще есть самое важное, наверное, нам интересный такой вариант, как, смотрите, мы нажимаем, выделяем сумму. И мы можем сюда, смотрите, что и сделать. Вбить в это слово ссылку. Ну, предположим, я хочу, чтобы человек, нажав на это слово, пришел ко мне вот в этот пункт. Я беру ссылочку этого поста, нажимаю на скрипочку, появляется мол, куда я могу вставить ссылку. Вставляю ссылку и нажимаю Ender. Смотрите, что получилось. Это слово выделилось, стало таким голубым. И при наведении человек может попасть именно на тот пост, куда я отправила ссылочку, можно сделать на видео, на пост, на какие-то документы. Ну, куда вам нужно отправить человека, пожалуйста. То есть, это иногда бывает очень важно, использовать какие-то ссылки. Ну, предположим, наш пост подготовлен. Теперь нам нужно его опубликовать. Вот, вот, вверху публикация, нажимаем на публикацию. Если у вас была уже картинка в вашем посте, то тогда она справлю встанет на обложку. Если же у вас был просто один текст, и в колоде не было никаких картинок, я предлагаю загрузить изображение, сделать какую-то обложку. Ну, предположим, я нажимаю, вы хотите поставить вот эту картинку в качестве обложки. Нажимаю открыть. Вот у нас стала картинка. В следующем моменте, что нужно сделать, нажать сохранить. Вот, и опубликовать. Ниже кнопочки опубликовать. Вот у нас появилась наша статья. Мы нажимаем на кнопку опубликовать. Вот у нас уже стоит в рейтинг. Чем интересна статья? Тем, что мы можем всегда ее опредактировать. Не важно, как давно мы ее опубликовали. В любой момент мы можем заниматься редактированием. Смотрите, мы зашли в статью читать. Нажимаем редактировать. И, предположим, я хочу что-то внести. Ну, вот захотела сюда добавить какие-то фотографии. Предположим, да? Нажимаю на фотографии. Ну, хочу добавить вот эту вот фотографию. Вот эту фотографию. Прикрепить фотографии. Здесь можно создать карусель. Смотрите, нажимаем на создать карусель. И добавить еще фотографии. Ну, и я решила еще добавить вот эту фотографию. Но, может быть, мне нужно просто срочно. И вот эту красивую фотографию добавить. Дальше мы нажимаем «Сохранить». Вот у нас появилась карусель из трех картинок. Вот у нас появилась карусель из трех вот этих красивых картинок. Все, больше из появлений я никаких не хочу вносить в эту статью. Дальше что я нажимаю? На публикацию. Обязательно нажимаю на кнопку «Сохранить». Смотрите, что происходит. Мы заходим. Вот она наша была статья. Открываем эту статью. И уже видим здесь вот кнопку карусель. Смотрите, появилась карусель. То есть какие-то изменения произошли. Очень интересно еще эта статья. Предположим, вы написали какой-то обучающий пост. Прошло какое-то время, произошли изменения. И вы хотите внести изменения в ваш пост. Да, вы вот отредактировали его. Что-то там внесли. Какую-то нужную, уже более актуальную информацию. Дальше вы нажимаете «Публикаться», «Сохранить». И тут появляется кнопочка «Публиковать». Если вы нажимаете на «Публиковать», то ваша статья опубликуется еще раз. Вот смотрите. «Публиковать». Нажав на кнопку «Публикацию», вы будете ее опубликовать заново. То есть вы можете поднять эту статью выше вашей ленте. И порой это бывает очень нужно делать. Порой это бывает очень интересно и нужно. Поэтому вы можете использовать вот такие вот фишечки при написании статьи. Я думаю, что было все понятно. И таким образом у вас поделится еще в запасе еще один инструмент, который называется статья.